это же вообще из этого быть из киберпанка до песня город фармингтон штат нью-мексико 17 января 23 года заключенные которые отбывали наказание в тюрьме округа сент-франсуа решились на побег в 19 часов но вот это может операции кто вот этот план разработан до кота бэйс вот это вышибала которая скорее всего пришибли на этот умер первым любом этот объебался по-любому какой-то при атак прикинет решится блять на побег вот этого он сдал вот этого любому сдал этот выжил решились на побег в 19 часов пятеро мужчин каким-то образом преодолели охраняемую дверь залезли на крышу а затем спустились на землю все заключенные сняли тюремную одежду оранжевого цвета и дальше это тюрьма у нас блять детский сад заключенные покинули у нас для вся россия в забором потому что блять у нас все школы звезды там стены 30 метров в высоту на вы компании расположены недалеко на стоянке они нашли тойоту сайт тюрьма это не просто вышли на потуда четверо они сели в машину и покинули территорию как им открыли блять а как здрасте доставка это не тюрьма это хуйня это не дорожного патруля штата несли службу в городе фэрфилл и заметили автомобиль стоянка для школе с уроду сложнее движение граждане офицеры поехали за машиной подали водителю сигнал об остановке когда машина остановилась офицеры подошли и начали общаться с пассажирами в машине находились четыре человека как вы уже догадались это были те самые заключенные прикинь как они сидели блять как в кино наверно обосраны идти в багажнике веди себе так все ребята ведем себя естественно чеферочку часик в радость полисмэнс в какой-то момент водитель не выдерживает и машина срывается с места блять видишь он а может быть отыграли на нерве кеплю начинает замедляться один из мужчин вылезает пока парни что съебались разные стороны а там тип в багажнике прикинь майн-геймс майн-геймс все убегут и уедет не на этой машине уже стрёмно ментовской такая ментовскую тоже знает быстро найдут не ему просто пешком уходить вылезать в багажнике просто ничего не бывало идти только как поймать тайминг типа когда пробегон же не видит когда менты убегут блябки избежать из этой тюрьмы попросить кого-то при палатку тебе прислать и просто у тюрьмы поставить палатку где-то рядом что-то типа на кемпинге никто же не будет искать добра первым делом они знают же территорию своей тюрьмы ну рядом неподалеку между наш типа там 300 400 до проверил про я думаю не обходы делать двое подозреваемых были быстро задерживаться только отбежал его фонарем подсвечен 30 лет отбывали наказание что говорил нас от 1 за какое себастьян 30 лет отбывали наказание в тюрьме за сексуальное преступление варю же все работа на лицейские нашли 3 беглеца им оказался в план таки 37 лет он тоже отбывал срок за аналогичное преступление четвертого подозреваемого пришлось искать дольше но в субботу примерно в 9 утра в офис шерифа поступило сообщение о подозрительном человеке в районе либерти тауншип офицеры прибыли в этот район и песка 9 привел их припаркованной машине где на заднем сиденье прятался 4 заключенный это был до кода ps 26 он отбывал срок за кражу в основном автомобиля 5 беглец 42-летний майкл милкенс еще ранее отделился от всей банды и в пятницу когда он находился в магазине одежды секонд-хенд его арестовали 22 года примерно в три часа ночи из службы спасения в офис шерифа поступило сообщение о происшествии в доме на медисон авене у ля ля женщина сказала что разрешила своему бывшему парню навестить их общего ребенка но вначале она не уточнила что у нее есть судебное решение которое запрещает общение между ними женщина и отец ее ребенка вместе употребляли алкоголь в какой-то момент словесная ссора между ними переросла в насилие мужчина забрал ребенка и ушел в спальню прихватив большой нож спасибо эрочка вот эти американцы они очень любят фонарики бля была перейду к тут света блять больше я не знаю чем днем нахуй что он тому что он там было в аниматора переодеть доставка ну вот это мы так бы сделаем скоро наши релы вот в это превратится оружие увидеть ёбнуты баба бур веб-то говорят те же офицеры попытались разрядить обстановку и наладить контакт вот вы обзываетесь обзываетесь вот теперь вот по английски английский учитель переводите сами сидите надо было меня за срание обзывать вафля не блять учите английский обещать алим для сверхразума наху только можете говорить что у меня там что-то не хватает у меня интеллекта не хватает а сами то блять это и прикрыть что такое будьте хендап он представил стреляй стреляй давай стреляй на чтобы сдаться подозреваемый поджог спальню прохладная может ли шерифа сообщили об инциденте в пожарную службу офицеры начали охуевывать соседние квартиры шпатик там уже 40 надо а челки они они состоят там задыхают с ним хуёво дышать а чел слит с ножом из типов макс уиллс яблочко ему то вообще пока там нормально блять он ванной ванной пизжи бруско 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 бруска ребенок того не стоит правильно туалеты 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 новенькие для из чего не стены мне папа такой из командировки привозит уже гордона блин прикинь просто хату просто в ноль ну а что делать для тем надо спасти сейчас просто дом пополам экраном нажали серого выше поднимают эпоху чел чел они уже задержали хочу уже в машине сидит они тоже делал по приколу просто мы анбоксинга это не 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 и вытащить их из огня когда ребенка вытащили он не подавал признаков жизни через некоторое время ребенок начал дышать сотрудники пожарной службы взяли на себя заботу о ребенке и доставили его в больницу которая лучше всего подходила для лечения его травм и ожогов мальчик был выписан из больницы примерно через две недели и помещен в приемную семью подозреваемый был доставлен в местную больницу где лечили его ожоги и последствия отравления угарным газом мужчина был выписан из больницы через три недели после инцидента и помещен в тюрьму ну блядь он кто-то панч там жесткий га-гача с праздник обряд 22 года полицию позвонил гражданин и сообщил о том что увидел вооруженных мужчин с лыжными масками на голове в дом расположенный на проспекте ардела сразу были направлены несколько полицейских когда офицеры приехали подозреваемые попытались убежать 3 офицера направляют оружие в сторону гаража в доме находились трое подозреваем все они были вооружены и направили свое оружие на офицеров реально даже не только в фильмах у них же реально бля типа чуваки блять колготки на ебало натягивают блять то есть грабит дома блять ну я вот не знаю ну вот такую вот ну бля у них лишь у них вот эта система построить здание типа дома там блять дверью мне кажется ты подойдешь вот так в упор ты будешь видеть что там за дверь из марли там можно пальцем пробить дверь я я бы не смог в таком доме жить когда там типа ну такой поселок наш такой криминальный это у нас блять бункеры и каменные нахуй ну вот даже в квартире у нас такого нет что прям пиздец приходили чуваки и вот такие спокойно блять на ней есть на обновлении намного как-то блять давай чувак просто сечу того не стоит братан давай брюки менты битка такие берут братух да блять давай чувак забудь забить братан вот так давай не будем стрелять на вот это надо пизда будет как каэске блять мк граната крышу снять не надо топор блять о кайбер панк мент с миниганом не надо тебе чувак первый подозреваемый одной рукой он держит женщину сзади в другой руке держит пистолет вот так вот женщину держит подозреваемый засток зелью держать можете заднему двору дома за ним следует 2 3 и подозреваемый а когда он придет как человек-паук для учете такую ситуацию кого-то к заложников возбуждать тайминги бано и бляда как он нахуй в тайминге ну как ну вот почему я нахуй один из подозреваемых выходит из дома офицеры задержали мужчину без сопротивления такой выход мужики вы куда а у меня есть один на земле при шею через несколько минут рядом с домом появляется женщина она была освобождена и получила незначительные травмы а нельзя выйти без этого типа немножко это опять от попиздить и выйти типа ты был жену типа задинул так блять куплять но и кентрича такие тип ну ладно не они-то ушли же они сбежали да блять чувак но явно не похож на не ну раздеть и в окно выбраны чтобы тебя выкинули ты выбран так она скажет тоже он был но они тебе в порядке да да в порядке мне нужна помощь машина пока не там суетят муж машине прыгал контент можно покурить можно покурить но это не глупые люди они общаются блять не будет ты должен помочь мне встать у явно что такой ну блять ну грабитель там коп стоит я хуй знает но у нее но у него лица нету у него кровь течет этого не было и аркей аркей ну к 9 собачья работа чё он в гараже спрятался остальные двое подозреваемых направились по джорджио авеню где зашли в дом пожилой пары подозреваемые заставили по руку кофейку машину и уезжать из района когда мужчина и женщина ехали с подозреваемыми по улице мужчина при виде полицейских стал подавать им сигналы досмахивая рукой офицеры побежали к автомобилю с оружием на готове блять они такой мув сделали с тачкой типа уезжать и про и поехали специально мимо копов заблудились сначала полицейские выводят из машины мужчину и задерживают одного из подозреваемых далее один из офицеров открывает водительскую дверь и женщина быстро выходит открыв заднюю дверь полицейские видят мужчину с пистолетом в руке который лежит на поле противоположную пассажирскую дверь и вытаскивают подозреваемого по парке спущенный рэпер ходе расследования полицейские установили что криминальное трио пришло в дом с целью ограбления в ходе ограбления 23-летний мужчина проживавший там был избит он позже был доставлен в больницу для лечения травм как и двадцатилетняя женщина находившаяся в доме в тот момент один из подозреваемых получил небольшую травму руки когда к 9 помогал с арестом задержанные идентифицированы как брайан маккоски 34 года реки рут 33 года и элвин браун 19 лет им предъявлены обвинения в ограблении но они я не смысл двигать там примерно все бандитские короче угасами бандитский круг прикольный канальчик ладно ребля давайте на целевая аудитория игра игра ограблений блядь давайте пока суки идите ебитесь да не ебаться че мамку на свидание у меня каждый день уже забит на свидание шлюшку давайте пупсики давайте кисульки братва кисульки все давайте обнял мне сложно это говорить но я думаю что нам лучше расстаться в последнее время я чувствую что я теряю себя в наших отношениях и мне нужно время чтобы найти себя снова надеюсь ты меня поймешь спасибо за все спасибо за просмотр не забывайте Субтитры подогнал «Симон»